Год подряд встречают своих друзей, любителей мотоциклов. Местечко-коктейк, где с одной стороны живописная поляна, а с другой высокие скалы, было выбрано не зря. Ежегодно самые смелые участники слёта взбираются на эту гору, чтобы запечатлеть на фото очередную встречу друзей, или, как говорят сами байкеры, семьи. Стереотип про брутальных и сровых бородачей на слёте байкеров полностью разрушается. Добродушные весельчаки, которые решили повесить провинившегося мотоцикла, за что он рассказывает, почему же всё-таки его повесили. Это вообще провинившийся мотоцикл нашего кандидата. Он не кандидат, мы уже член клуба, пока без права голоса. Ну вот, он встречает всех гостей, кто заезжает на нашу поляну. Он встречает фарой, флагом нашим. Ещё как бы здесь на территории не было такого никогда, вот решили такое маленькое новшество внести. Хакатский байк-клуб «Ангелы ночи» приезжают на слёт ежегодно. Однако в этот раз они приехали на особенном транспорте – мотоцикле, подаренном министром обороны Сергеем Шайго. Такой железный конь один, по крайней мере, в Сибири, говорит один из участников клуба. Подобные встречи проводятся несколько раз за лето, но особенно ярко проходят открытие и закрытие сезона. Ну, мы в этом году проводили открытие мотосезона юга Сибири. Были представители с Кызыла приезжали к нам, приезжали с Ачинска, с Красноярска приезжали, с Абакана, с Курагина приезжали байкеры. Было очень много техники, больше 200 единиц было только мотоциклов на открытии мотосезона. Лучше узнать друг друга, стать настоящей семьей, которая всегда придет на помощь – главная причина слетов. Во время таких встреч планируются масштабные проекты, такие как «Огненный таран». Обычно на слете развлекательная программа, разные игры и соревнования. А после уже концерт, песни за костром – все как в школе, только на этот раз школьники давно выросли и стали любителями дорог и двухколесных железных коней. Чинчи Самбуга, Буяна Юн, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век».